МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заместители губернатора Югры контролируют этот важный объект постоянно. Сегодня делают это с представителями регионального отделения общероссийского движения «Народный фронт». Общий процент готовности больницы на сегодняшний день 99%, выше 99%. Все остатки связаны с внесением изменений в проектную документацию. Надо объективно понимать, что длительный срок строительства приводит к тому, что и в документальной части нужно наводить большой порядок. Что касается строительно-монтажных работ, они все завершены. Сегодня идет устранение замечаний. Югра испытывает большую потребность в новом медицинском учреждении. Поэтому 4 года назад было принято решение вводить больницу в эксплуатацию поэтапно, по мере готовности корпусов. Сегодня уже на этих площадях, вот я сегодня брал сводку, почти 300 пациентов лечатся. Она в блоке В, Г, в инфекции. Мы их активно эксплуатируем. Это же здание нужно начинать эксплуатировать. Оно хорошее, красивое, оборудованное, самое топовое. Оно должно помогать нашим жителям. Срок окончания строительных работ еще не в сданных корпусах уже определен. Полтора месяца, возможно, и раньше. Но, несмотря на сжатые сроки, контроль и приемка объекта будет соответствовать нормам без послаблений. В нашей же части, в части приема и контроля, мы будем осуществлять контроль в соответствии тому, как это было предусмотрено в проектно-сметной документации. В соответствии этого построенного объекта, насколько правильно, и в соответствии с проектно-сметной документацией были реализованы эти решения. От имени Югорчан объем выполненных работ оценил представитель Общероссийского народного фронта. Увиденным он остался доволен. Сомнений в том, что они этот процесс закончат, ну, например, у нас нет. После сдачи объекта следует процесс лицензирования. И он уже запущен. Приблизительно в сентябре медицинское учреждение будет полностью готово к приему пациентов. Михаил Светышев, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. В Югре проводится отбор кандидатов на должность директора Департамента социального развития региона. Сегодня в окружной телерадиокомпании «Югра» пройдет конференция общественности и претендентов на пост главы департамента. Кандидаты представят свои программы, будут решать задачи и кейсы в режиме онлайн. Финальная часть – голосование участников конференции. Начало трансляции мероприятия на телеканале «Югра» и в социальных сетях медиахолдинга и региона в 15.00. Итоги голосования в соцсетях объявят сразу же после подсчета на телеканале в ближайшем выпуске новостей. Кандидаты, показавшие наивысшие результаты, будут приглашены на собеседование в Рио губернатора Югры для принятия решений о назначении. Лучшие практики развития инициативного бюджетирования обсудили на Координационном совете представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Югры. Мероприятие прошло в Белоярском. В этом году исполняется 10 лет применению инициативного бюджетирования в нашей стране. За это время практически каждый год в Горске проекты становились финалистами общероссийских конкурсов. Благодаря инициативному бюджетированию в городах и поселках Югры появляются новые парки, скверы, детские и спортивные площадки, преображаются тротуары и пешеходные дорожки. К примеру, в Нижневартовске с 2018 по 2023 годы было реализовано 53 проекта. Они выполнены на условиях софинансирования объема привлеченных средств с учетом инициативных платежей составил более 20%. Инициативное бюджетирование позволяет жителям самим участвовать в принятии решений о распределении бюджетных средств. Благодаря такому увлечению граждан процесс принятия бюджетных решений становится более демократичным и прозрачным. Хочу заметить, что подобная практика доказала свою результативность и прошла испытание времени. Мы каждый год порядка 200 миллионов выигрываем в грантах поддержки. Мы вот набережную, которую вы после ужина посмотрите, грант 60 миллионов, белую горку получили грант 70 миллионов рублей, школу креативной феструй 60 миллионов рублей, несколько библиотек сделали за федеральные гранты. С 2020 года в Нягоне работает Центр объединения идей, в задачу которого входит консультирование горожан, помощь в составлении проектов претендентов на грант, бухгалтерское и юридическое сопровождение некоммерческих организаций. В Югре ежегодно проходит конкурс инициативных проектов. В нем участвуют городские округа и муниципальные районы с инициативами жителей, направленными на развитие городов и поселков, их благоустройство, повышение качества жизни людей. Представить свою идею можно на онлайн-платформе. В этом году на конкурс было подано 175 заявок. Автовладельцам Югры вернули все угнанные автомобили. С начала этого года на территорию округа пропали 33 машины. Среди основных причин госавтоинспекторы называют халатное отношение водителей к своему имуществу и хулиганские побуждения угонщиков. В основном преступления совершены с помощью свободного доступа к транспорту. Ключи находились в замках зажигания автомобилей, оставленных без присмотра, или угонщик имел доступ к местам их хранения. По статистике, чаще всего угоняют отечественные машины в ночное время, в выходные дни, с улиц и дворовых территорий. При этом каждый второй угон злоумышленники совершали под воздействием спиртного. Отмечу, что наибольшее количество угонов совершено в Сургуте и Нижневартовске, а в Невсюганске, Нягоне, Радужном и Белоярском районе с начала этого года не пропало ни одного автомобиля. Юным югорчанам показывают зеленое кино. Окружная экологическая акция проходит на 60-ти киноплощадках Югры, в Кагалыме, Мегионе, Нижневартовске, Сургуте, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Кандинском районах и других муниципалитетах округа. Показы зеленого кино организовали в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить». В этом году в программу вошло два художественных, один документальный, один анимационный фильм о природе и людях, сохраняющих экологию и животных. Все показы проходят бесплатно, посетить их можно до 30 июня. Летний кинозал у нас работает с 2019 года, и это всегда было достаточно интересно, ново, необычно. Конечно, у нас не всегда погода позволяет, но когда погода хорошая, вот раньше у нас были мешки, сейчас у нас трибуна, и экран яркий, все хорошо видно, чем детям нравится. То есть они могут не просто, если где-то устали, попрыгать, побегать, никому не мешая, то есть и как-то свободнее, что ли, интереснее. Команда Фонда развития Югры заняла призовые места в турслете. В Нягоне прошел городской фестиваль туристов имени Андрея Терезова. В течение двух дней команды, разделенные по трём возрастным категориям, состязались в таких направлениях, как спортивное ориентирование, полоса препятствий, вязание узлов и краеведческая викторина. Традиционно участниками фестиваля стала и команда Фонда развития Югры. В этом году сотрудники победили в конкурсе краеведения, а также заняли призовые места в личном зачёте по ориентированию и вязанию узлов. В Хантамансиске появилась научная аллея. Во Всемирный день окружающей среды в окружной столице высадили памятную аллею в честь научно-аналитического центра рационального недропользования имени Владимира Ильича Шпильмана. Коллектив центра к посадке деревьев подошёл серьёзно. Помогли в этом сотрудники Самаровского лесничества. Подготовили место посадки и провели инструктаж. Департамент природнадзора Югры отмечает, что прошлой осенью центр отметил 30-летие со дня основания. 30 сибирских лип по одной за каждый год работы украсили новый микрорайон «Береговая зона». В Нижневартовском районе отремонтируют мостовые переходы через ручей и реку Гун-Юга. Мосты находятся на 91-м и 111-м километрах автомобильной дороги, соединяющей Нижневартовск и Радужный, и уже не соответствуют современным требованиям безопасности. Строительные работы начнутся в июне. В рамках капремонта подрядчик произведёт разборку конструкций мостового полотна и тротуаров, выполнит устройство новых опор, уложит новое асфальтобетонное покрытие. Весь комплекс работ планируется завершить осенью 2025 года. Как отмечает Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры, работы выполняются благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Русские витязи снова в Сургуте. Уже сегодня знаменитые лётчики прилетят в город, а само выступление мастеров высшего пилотажа запланировано на воскресенье. В своих соцсетях пилоты делились видео, как готовятся к авиашоу в Сургуту. Виражи русских витязей над городом станут подарком жителям к 430-летию города. Увидеть штопор или мёртвые петли в исполнении легендарных лётчиков ориентировочно можно будет в 16 часов. Впрочем, время будет зависеть от погоды. Смотровая площадка авиашоу «Югорский тракт». С 15.00 до 18.30 часов движение на автомагистрале специально перекроют, чтобы все желающие могли увидеть полёты русских витязей вблизи. Своё мастерство по традиции покажет и сургутская пилотажная группа «Барсы». В Когалыми состоялись 22-е открытые городские соревнования по авиаракетному модельному спорту. Программа началась с дождя и с конфет. Конструкторы запустили в небо мини-копию ракеты С-3А, заполненной сладостями. Такой подарок решили сделать для самых маленьких посетителей. Свои лучшие модели ракет привезли спортсмены из Сургута и Ноябрьска. Кульминацией праздника стали воздушные бои. Участники запускали мини-копии самолётов с лентами. Задача соперника – запутать и сбить модель конкурента. Зрители смогли и самостоятельно запустить ракету. Для этого организаторы выбрали простейшую спортивную модель, способную взлететь на 100 метров над землей. В этом году Когалымский клуб авиамоделирования «Авиатор» отметил 25 лет с момента создания. Мы в этом году свозили ребят, участвовали на первенственном чемпионате России по авиамодельному спорту в классе ракет. Заняли второе командное место в двухступенчатых моделях на высоту полёта. Третье командное в раташутах. И на чемпионате России третье командное тоже в высотках двухступенчатых. Сохранять традиции и двигаться вперёд – главный ежегодный девиз организаторов фестиваля «Искусств, труда и спорта» «Самотлорские ночи». 15 и 16 июня в Нижневартовске состоится один из самых крупных региональных праздников. В этом году в связи с введёнными ограничениями он продлится не три дня, как обычно, а два. Но организаторы обещают, что от этого он не станет менее зрелищным и насыщенным. Наряду с традиционными событиями, такими как праздник дружбы народов и город мастеров, появятся новинки. Например, парад маломерных судов, который пройдёт на Аби, и патриотическая площадка «Своих не бросаем». Торжественная церемония открытия обещает быть интересной. В ней участвуют порядка 1300 артистов. Это самое большое количество за всю историю фестиваля. Сценарный ход открытия фестиваля также будет значительно отличаться от предыдущих. Мы постарались взять за основу, ну скажем так, так как это год семьи, такую семейную тему. Мне хочется, чтобы этот фестиваль был по-настоящему тёплым, душевным и семейным. И помимо того, что год семьи, мы решили отработать ещё несколько тем, которые нам предложило наше руководство. Это год народного сплочения в Югре и 225 лет Пушкину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова